В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжаются торжественные вручения первых паспортов. Естественно, я этот момент запомню. Просто так он в забвение не уйдет. Во Дворце культуры города Видное состоялся отчет участковых ОМВД. Такого рода встречи и отчетные мероприятия, они как бы больше помогают установить так и обратные, скажем так, связи. В храме села Молокова отметили престольный праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня такое торжество для всех прихожан. И я радуюсь, что, несмотря на будний день, сегодня пришло достаточно много народу. Торжественная церемония вручения первых паспортов жителям Ленинского округа, достигшим 14-летнего возраста, уже стала доброй традицией. В очередной раз несколько юношей и девушек получили удостоверение личности гражданина Российской Федерации из рук заместителя главы администрации муниципалитета Татьяны Квасниковой. От имени главы Ленинского городского округа я поздравляю вас с этим замечательным и знаменательным для нас с вами всех днем. Желаю вам, ребята, успехов в учебе, если надо закончить достойно, красиво, с хорошим аттестатом в школу, выбрать профессию и на благо Родины трудиться, создать свою крепкую семью и быть достойным своих родителей и своих предков. Вместе с паспортами молодым людям вручили памятные подарки. Было заметно, что ребята едва сдерживают волнение. Для меня это было большим удивлением, что я получил его вот таким вот образом. Из рук заместителя главы это для меня было большим удивлением и, естественно, я этот момент запомню. Просто так он в забвение не уйдет. Чтобы разделить торжественные минуты, с ребятами на церемонию пришли родственники. Для каждой семьи получение первого паспорта ребенком – важная веха. Наши дети должны гордиться тем, что они граждане нашей великой страны. И всем ребятам хочу пожелать новых успехов, новых начинаний, чтобы все у них складывалось так, как они задумали. Завершилась церемония совместной фотографии у стен администрации Ленинского городского округа. Во Дворце культуры города Видное состоялся отчет участковых у МВД России по Ленинскому городскому округу. Полицейские доложили о ситуации на вверенных им территориях за последние полгода. На мероприятии по традиции присутствовали жители, которые могли задать интересующие вопросы. Подробнее в репортаже Юлия Пагасьян. Работа участковых непростая. Ежедневное взаимодействие с населением. Каждому надо найти подход. Вот. Сотрудник полиции Максим Жаховский считает, что главное это умение слушать и общаться. Кого-то нужно задобрить более, чтобы общение пошло вот по той волне, по которой оно нужно. С кем-то надо чуть построже быть. Потому что человек бывает не слушать, ему интересно, что ты говоришь. Допустим, ситуация, жена-муж подрались, да. Муж неадекватный. Ну, пьяный, может быть. Сначала к нему надо войти в доверие к человеку. А то он и будет на тебя так кидаться. Потом, когда ты с ним уже разговаривался более-менее на одной волне, то можно уже вести какой-то конструктивный диалог. На днях Максим Жаховский и другие участковые уполномоченные Видновского отдела полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу отчитались о работе за последнее полугодие. Показатели раскрываемости и пресечения преступных действий выросли. Однако актуальными остаются различные случаи бытового характера, мелкие кражи и мошенничества. Полицейские проводят профилактические мероприятия, дабы уберечь людей от печальных последствий. Администрация оценивает высокую работу органов внутренних дел в целом. В частности, по участковым мы ежегодно открываем пункты полиции. В ближайшей перспективе будут открыты два пункта полиции еще. Работа с участковыми в целом налажена абсолютно. Поэтому такого рода встречи и отчетные мероприятия, они больше помогают установить обратные связи. Мероприятие это открытое, посетить отчет могут все желающие жители муниципалитета. Задать вопросы и на месте получить развернутые ответы. Для этого здесь присутствуют представители других подразделений полиции и сотрудники профильных управлений администрации Ленинского округа. Люди работают 24 на 7, люди отзывчивые, всегда идут навстречу, всегда приходят, всегда можно и в парк, и в сквер пригласить, и в квартиру, если есть какие-то дебоширы, нарушители порядка. Больше дела, меньше слов. Вот лозунг участковых уполномоченных Ленинского округа. Доклады представителей полиции были емкие. Основное время они постарались уделить людям и их проблемам. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого. Лето – это не только пляжный отдых, прогулки и спорт на свежем воздухе. Это также сезон распространения опасного заболевания – ротовирусной инфекции. Где можно встретить сковарный вирус и как от него уберечься, узнаете из нашего следующего сюжета. Его можно встретить где угодно – в водоемах, общественных местах, на продуктах питания и любых поверхностях. Ротовирус – крайне распространенный и живучий возбудитель инфекции. В водопроводной воде и на любых предметах он может сохраняться до одного-двух месяцев. В замороженных продуктах сохраняется до шести месяцев, а на продуктах, которые у нас – фрукты, овощи или другие продукты – сохраняется до месяца. То есть очень заразен этот вирус и встретиться с ним можно везде. Также болезнь легко передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Пик заболеваемости ротовирусом, как правило, приходится на летний период. Впрочем, он легко распространяется на протяжении всего года и провоцирует развитие гастроэнтерита. Это рвота, это диарея и повышение температуры. Он очень, во-первых, заразен, и второй, очень быстро вызывает из-за того, что такая большая диарея, то есть понос до 3-4 раза, до 5-6 раз в сутки, и происходит обезвоживание организма. Около 200 тысяч человек погибает от ротовируса ежегодно. Также коварная инфекция может вызывать ангины и фаренгиты. Особенно опасен ротовирус для детей, так как у них обезвоживание наступает стремительно. Поэтому к борьбе с ним нужно приступать сразу при первых признаках заболевания. А затем как можно быстрее обратиться к врачу. Дает много жидкости пить. Второе – это обязательно есть такой препарат регидрон, который его нужно разводить, и на килограмм веса нужно обязательно принимать. Диета тоже очень важна при этом. Из рациона сразу убираются фрукты, овощи, молочные продукты. Чтобы уберечься от ротовируса, доктора советуют соблюдать режим гигиены. Почаще мыть руки с мылом, тщательно ополаскивать фрукты и овощи. При купании в водоемах и бассейнах ни в коем случае не глотать воду, а после обязательно принимать душ. Пить только кипяченую или бутилированную воду. В кафе отдавать предпочтение продуктам, прошедшим термическую обработку. У Оли не было ротовируса, мы защищаемся от него. Обязательно носик промываем. Также принимаем витамины. Витамины детские по возрасту. И мы их чередуем. И правильное питание здоровое. И, конечно, режим нужен. И, конечно, не стоит купаться в общественных фонтанах. Это крайне негигиенично. И почти наверняка приведет к встрече с коварным вирусом. Также защититься поможет специальная прививка, которая действует несколько месяцев. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. ВИДНОТВ. 21 июля в храме села Молоково отмечают престольный праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Божественную литургию в этот день возглавил управляющий Подольской епархией, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Образ Богородицы и младенца Иисуса, который словно благословляет верующих, встречает прихожан храма села Молоково, названного в честь иконы Казанской Божьей Матери, одной из наиболее почитаемых православными людьми. Божественную литургию в честь престольного праздника возглавил управляющий Подольской епархией, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Сегодня такое торжество для всех прихожан, и я радуюсь, что несмотря на будний день, сегодня пришло достаточно много народу. А первая задача моя такая, очень важная, ответственная, здесь вместе помолиться с теми, кто сюда прибыл, и вместе отпраздновать этот праздник. В этом году храм отмечает две важные даты – 210 лет со дня первого освящения и 10 лет со дня проведения повторного обряда, когда возобновилась церковная жизнь. Престольный праздник – это всегда большое торжество в честь того праздника или той иконы, того святого, в честь кого освящен храм. Поэтому для нас, безусловно, это такой день, когда приходят все прихожане, кто может в этот день, особое торжественное богослужение. Для прихожан храма престольный праздник – очень важная дата в календаре, и каждый верующий житель села Молоково старается в этот день посетить праздничную службу. Праздник настолько трогает нас, всех здесь, особенно живущих, потому что вот наш храм Казанской Божьей Матери. И поэтому, когда мы приходим сюда, мы очень много получаем светлого, какие-то мысли, с которыми мы живем потом. Сегодня праздник Казанской Божьей Матери. Я сегодня пришла в храм и всех поздравляю с праздником. Сейчас уже прошло 10 лет с того дня, как освятили нас в церковь. После окончания Божественной Литургии и Крестного Хода был организован небольшой концерт. Перед гостями мероприятия выступили участники инклюзивного клуба «Дорога в жизнь». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ. Международный день шахмат «Видновская молодежь» отметила турниром «Серебряный ферзь». Участники состязания собрались у кинотеатра «Искра», где располагаются специальные столы. Погодка задалась, от чего сразиться в любимую для многих игру стало еще большим удовольствием. За шахматными баталиями наблюдала Татьяна Брылова. Заместитель председателя шахматно-шашечной федерации Ленинского городского округа, член местного отделения партии «Единая Россия» Александр Болховитин, хоть и в отпуске, не смог отказать организаторам поучаствовать в турнире в качестве судьи. Летом проходит мало турниров, и каждый турнир для нас – это есть возможность потренироваться, привлечь в наши ряды новых шахматистов. Можно сказать, как вот такие соревнования, как они выставочные, как мастер-классы. Шахматы способны заинтересовать любого. В этом турнире приняли участие как опытные шахматисты, так и начинающие. Заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова призналась, в шахматы никогда раньше не играла. Я играла в шашки в детстве, а в шахматы я все время только была зрителем. Смотреть очень интересно, как человек думает, как он резко сам на себя реагирует, то ли на свою мысль. Вообще игра, конечно, очень интересная, и, наверное, может быть, я и доросла. В то время как мастер спорта международного класса по шахматам объяснял начинающий шахматистке правила игры, завязалась полезная беседа. В этом году мы впервые за свою, наверное, сорокалетие, пятилетнюю историю провели первый женский чемпионат, где участвовали и девушки, и женщины уже, как говорят, кому и за 60. Это первый чемпионат, он станет у нас традицией? Да. Он запланирован у нас, когда у нас проходил кубок, где-то в феврале месяце. Все шахматные столы турнира, приуроченного к Международному дню шахмат, были заняты. Ребята играли с энтузиазмом. Полина Самброва считает себя хорошей шахматисткой, но в этот раз у нее оказалась серьезная соперница. Как обычно ваши партии заканчиваются в стиле? Если ты беретесь до конца или готовы? Нет, до конца. Нет, не стою до конца. К концу турнира определились победители. Они получили медали и грамоты. Но это малость по сравнению с настроением, которое подарил турнир каждому в этот день. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о мероприятиях предстоящих выходных. В субботу, 22 июля, юных видновчан ждут в Центральном парке поучаствовать в развлекательной программе «День находок». Начало в 11 часов. В историко-культурном центре в этот день в рамках музыкального салона состоится видеоконцерт «Ты моя мелодия». Он будет посвящен творчеству народной артистки СССР Тамары Синявской. Начнется мероприятие в 13.00. Игровая программа для детей «Оранжевое настроение» состоится 22 июля возле дома номер 4 по улице Фокина в 15 часов. А в 17.00 такая же программа ждет малышей на набережной в микрорайоне Купеленка. Приходите, ребят ждет поистине яркий праздник. В музей-заповеднике Горки Ленинский в субботу в 15 часов состоится концерт Людмилы Баталовой и квартета имени Алябьева «Цветущие гармонии лета». Вход для посетителей музея бесплатный. А в воскресенье стоит с утра отправиться на стадион «Металлург», чтобы поболеть за наших ветеранов футбола. Игра начнется в 9.30. Приходите поддержать видновских спортсменов. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова